Всем привет! Мотор.ру приехал на фестиваль скорости в Гудвуде. Мы попытаемся на эту чудную технику снять и показать вам то, что здесь происходит. Посмотрим, что из этого получится. Это Гудвуд. Это самый-самый-самый центр Гудвуда. Вот этот вот особняк называется Гудвуд Хаус. И перед ним каждый год строят специальную тематическую скульптуру. В этом году у нас столетие БМВ. По случаю чего, вот у нас, пожалуйста, Формула-1, Лимановский В-12 и машины из Мильмильи. Попытаться за 2-3 часа здесь все посмотреть, все увидеть и всем насладиться просто невозможно, потому что машин более трех сотен. Даже те машины, которые кажутся, ну, вроде обычными гоночными тачками, там в любой из них может оказаться какой-нибудь легендарный пилот. Вот, например, здесь есть формульный Лотус 60-х годов, который пилотирует сэр Джеки Стюарт непосредственно. А я был буквально час где-то в Гудвуде и увидел сэрнинга Мосса. Буквально несколько дней назад я писал о нем статью от Расси в Бельгии в СПА, где он сломал свои ноги. Вы можете найти ее на сайте. Он уже очень старый дедушка, но вот это соприкосновение нашего времени и того, которым мы читаем книжки сейчас, это само по себе потрясающе. Я тебе могу сказать, что это просто настоящий фестиваль в классическом понимании. Это не гонки, это не шоу какое-то, это тем более не автосалон, это фестиваль. Такое же примерно, как нашествие, только вместо рокеров наших. Здесь легендарные, самые лучшие автомобили, самые лучшие гонщики в истории автоспорта. А так, пожалуйста, грязь под ногами, ну, единственное, пьяных панков нигде не валяется. Но сейчас мы подходим к точке сбора этих автомобилей. Вот здесь у нас начинается падок. Вот они, вот они, вот они стоят. Да, они более-менее по годам, точнее, по классам. А классы у них распределяются по, что ли, исторической эпохе или по какой-то тематике. Мы попытаемся сейчас пробиться, если получится. И при большой удаче здесь можно найти, например, каких-нибудь легендарных гонщиков. Я так сегодня Эмерсона Фетипальди встретил, который просто стоял возле машины до того, как к ней сесть. А вот это либо Феррари, либо Альфа Ромео? Это Альфа Ромео. Это Альфа Ромео типа 33, да, совершенно верно. Вот она, пожалуй, стоит. Группа 5 Мерседес СЛС GT3. Дальше стоит 919-й Порше Лимановский. Ну и там, а, и дальше мы еще видим Порше 911 GT1. Но там вот такой вот зеленый с красно-белым хребет. Это 911 GT1 98-го, по-моему, года. Вот здесь, вот он, вот он тот самый ФИАТ, о котором я говорил. Огромный размер, посмотри на построение со мной. Очень большая машина. Рядный движок очень высокий, да. Здесь, ребят, здесь всего 4 цилиндра, вот так вот они, раз, два, три, четыре. А объем у него 28,3 литра. 28,3. Вся эта весит литража шел в высоту, по сути. Эта машина до прошлого года не существовала. Ее собрали энтузиасты, при поддержке, конечно, ФИАТа из двух частей, взяли шоссе от одной машины, мотор от другой, и привели в божевский вид. И она, правда, теперь ездит. BMW тоже здесь отдельной секцией представлены, именно потому, что им 100 лет исполняется. И там же следующий ряд, это все посвящено столетию BMW. М3 ДТМ, М4 тоже ДТМ, М1 Pro Car. Кстати говоря, это была серия, в которой участвовали гонщики Формулы-1. Они могли, вероятно, соревноваться и показать свое мастерство на совершенно одинаковых автомобилях. Вот это была Нельсово Беке, Бразилия предвидовала. Откуда уже у нас начинается Лимановский 17-18 годов бакаларный бандит. Почему нельзя просто взять и дойти до чего-то современного? Потому что ты просто не можешь оторваться от того, что здесь происходит. Смотри, вот это как раз та самая секция Джеймса Ханта. А вот это его сын, который очень похож на отца и, в общем-то, всячески пытается эксплуатировать его образ во многом в коммерческих целях. Да, это Гудвуд. Ты просто ходишь здесь и натыкаешься на людей, которых вот просто так нигде никогда не встретишь. Это его чемпионский Макларен, как раз таки М26-й, 76-го года. Смотри, здесь два Макларена М23, вот здесь вот он стоит. И вот тот такой же. А это хескеты, на которых Хант начинал гоняться в Формуле-1 те самые. Вот, пожалуйста, Рено. Рено, который участвовал и победил в первой гонке Гран-при в истории. Машина 906-го года. Это именно она. Она сегодня, опять же, вот прямо на моих глазах ездила здесь по трассе. Вот там трасса. Дорожный подверг, просвет, я думаю, больше, чем у дайсера современного. Вот такие вот гоночные машины были. Еще один элемент, последний, интересный, я вот вижу сразу, это радиатор, который стоит за мотором. Да, радиатор, который прямо там, он греет тебе ноги тягостными зимними вечерами. Вечерами, это хорошо. И он как раз формировал вот эту вот необычную радиаторную решетку, можно сказать, Рено. А их узнавали именно по этой форме, потому что радиатор находился сзади, и вот видите, формировал такого. 96-й год, да, машине 110 лет. 100, блин, 10. 90 сил, тонна массы, тонна массы, и 150 км в час. Так, Рено 5 турбированный, я так понимаю. Французский фетиш, французские кончики, французы приехали тоже здесь отметиться и показать, что у них есть. Легендарная, легендарная машина, послушайте, как она звучит. Идем дальше, я... Это не просто Тора Росса, это Тора Росса 2008 года, на которой... Это Тора Росса Феттеля, на ней даже так и написано. Которая победила в Монсо. Это та машина, которая победила в Монсо. Тоже мокрый гонок. Или такая же. Когда я говорил про то, что в любой машине может оказаться кто-то знаменитый, я могу сказать, что ее на трассу Гудвуда в этом году выводит Эдрил Ньюи. Тот самый гениальный конструктор Рэдбулла. он большой поклонник вообще старинного автомобиля. У него GT40, по-моему, был. И он любит... Он гонщик, он выступает. Он выступает. Да, он один из тех инженеров, которые садятся за руль своих машинформуляторов. Говоря, кстати, я тебя перебью, прости, надо реально это успеть. Вот эта вот коллекция Брэбомов, она тоже к юбилею БМВ приурочена. Но я изучал заявочный лист, половина этих машин выставлена лично Берни Эдголстоуном. Это его тачки, которые находятся у него в собственности. Такого доступа к пролейным легендам. Вот, пожалуйста, вот Кент-Блок стоит. Вот это вот Кент-Блок на своей макстроистой везде, на которой он проводит снимался. Кстати, пожалуйста, дакаровский КамАЗ. Да, вот наша гордость. Реально, она проехала по трассе. У меня была такая гордость все-таки от этой машины, потому что это наша гоночная гордость. Не знаю, что бы еще можно было здесь выставить. Может быть, одну из каких-то советских классических машин, типа Блок, или москвичей, которые ранее участвовали в Райл-Блоке. Да, то, что просто невозможно представить. Вегуары конца 80-х. XGR 12-й. Потрясающе. Вот, кстати, ты говорил про клиренс того Рено гоночного. Вот, пожалуйста, здесь зазора вообще нет. Сюда кредитная карточка не пролезет, машина просто стоит. Да, ребята, вот кто занимается стенсом и прочим, сделать выводы. Хотя, конечно, здесь есть небольшая разница с... Ну, да, чуть-чуть она проседает, но, тем не менее. Вот, пожалуйста, Егор положил морду прямо на пост, на помост, ему можно там случайно отдавить ее. Альфа-Ромео 33, она участвовала Хардо Плорио, она участвовала в Римане в Врианте. Очень красивый автомобиль. И посмотрите, вот на этих комплексных изящных ножках. Это стекло заднего вида, то есть это не два, да, два ножка к бокам стекла, зеркала, извините, а вот именно в такой конфигурации. Фантастически выглядит машина. Смотрите, дополнительный прижим обеспечивали вот эти вот крылышки. Это начало таких вот экспериментов серьезных динамикой. Когда поняли, начали понимать вообще, что происходит. Пытались на еще до войны, но вот именно в 60-х годах начали делать какие-то реальные шаги, прикручивать разные куски металла под разным углом буквально зачастую и сравнивать, как машина себя ведет на трассе. И прямо рядом с ней машина раллийная, которая, посмотрите, заляпана грязью, а все потому, что она действительно полчаса назад ехала по раллийному спецучастку в лесу, здесь проложенную 10 лет назад специально для этого. А едет у нас еще один Fiat Abarth раллийный. Это барт, кстати говоря. Вот это вот современная модель. Да, новый 124-й, который сделан на базе Mazda MX-5. Сделан с оглядкой именно на эту машину. Да, да. Вот, пожалуйста. Именно вот эти вот этот дизайн. А это огромный такой гоночный утюг. А вот теперь смотрите, это Auto Union Type-C, который тоже сегодня ездил по трассе. Машина уникальная чем? Во-первых, это один из первых среднемоторных автомобилей вообще в истории гона. Здесь стоит V16 с компрессором, развивающий больше 500 лошадиных сил, максималка 340 км в час. Заявленная. Вот посмотрите, вот на этом. Такую машину можно посмотреть в Риге. Насколько я понимаю, открывается заново музей автомобильный, который в сетки времена был самым крупным музеем. И вот их шедевр, один из их шедевров таких главных, это Auto Union. Смотрите на решетку, фантастические здесь с дырками, чтобы с одной стороны была жесткость элементов, с другой стороны ничего не весело. В общем, по различным временам это выглядит вообще по самолетам, по-военным как самолетам. И мукстатные колеса. Вау! Да-да. Они пытались, у них не было нормальной резины еще тогда. Ну, да прикинь, на одно такое колесо 500 сил обрушить. Они пытались хоть какими-то средствами увеличить зацепь. И просто добавляли колеса как у грузового автомобиля. Слушай, ну на самом деле все вранье, потому что это реплика 98-го года. И пойдем отсюда. Это реплика, это реплика, но я не знаю, возможно с оригинальными деталями, по оригинальным. Ягуар Детайп, пожалуйста, Лимановский, знаменитый. И вот это Ягуар XJ13. Ты помнишь, да, машина, которая только-только ее восстановили. Она была много-много лет назад разбита на испытаниях, разломана, фактически разорвана надвое. И вот только-только ее восстановили по оригинальным чертежам. Ну, такая порнуха высшего разряда, я бы, в общем, да. И, как всегда, по-британски здесь последовательность зажигания у нас выгравирована. Ну, в общем, ребят, это живая легенда, ожившая, скажем так, да. Моторный отсек и фантатическое место водителя. Проклепанный кузов и все вообще, что только можно. Да. Этой машины тоже не существовало до прошлого года, а сейчас она здесь с нами, мы рядом с ней. Она была создана для гонок, и в то же время так и не сумела толком в них участвовать. В общем, в этом вся трагедия. Вот, пожалуйста, МЖ-метро. Целых, целых два. Стратуса. Пойдем посмотрим МЖ-метро. Многие не знают, я уверен, про эту машину. это среднемоторный автомобиль ГУББ британский на базе британской малолитражки. Вот такое вот место, где можно просто взять и засунуть свою голову в святая-святых британской раллийной школы. она где-то как... Я не знаю, каких размеров. Ну, смотри, слушай, это тумбочка четырехколесная, она очень широкая, очень короткая, вот, но на самом деле вот эта вот огромная штуковина, которая у нее здесь стоит и занимает половину пространства, она была по своим временам не самая мощная. МГ-Метро брал управляемостью и аэродинамикой, потому что вот таких вот спойлеров и антикрыльев, какие здесь есть, вот, больше ни у кого не было. Короткая база этой машины делала ее очень нервной, в общем, у нее достаточно страобразная спробранная. Больших успехов не добился. Так, где мы еще можем увидеть два стратоса подряд? Да нигде не можем, в музей в каком-нибудь можем, а эти еще и ездят. А дальше? А дальше машина, еще группа Б, которая все-таки смогла стать чемпионом. 205-й Т-16 заднемоторная машина, маленькая, компактная и в то же время, опять же, с очень развитой динамикой. Смотрите, опять же, впереди пластмассы, такие, загружающие передок. Бывала еще и более развитая передняя часть в некоторых версиях и большой задний антикрыллот. Давай построить какой-нибудь двигатель. Это понимаешь, что мы просто берем и заходим, да, вот так вот? Да. Можем вообще обнагреть, сказать, ай, мужик, открой, дай посидеть. Ну, вот, до этого мы доходить не будем. Тоже, есть такая поговорка, хочешь побеждать, найми финна. Да, да, да. Вот что такое Гудвуд. Вот они все, прямо, прямо у нас перед глазами проезжает Porsche 908 или 906, не важно. Он проезжает прямо практически на полаган. Вам когда-нибудь отдавливала ногу легенда 24-х часов Лимана? Здесь это может случиться в любой момент. Это просто невероятный уровень соприкосновения публики и истории. И, я не знаю, это очень, это очень трудно комментировать. Вот мужик, похожий на Маурица Ривабена, что-то там делает. Это просто надо слушать и смотреть. Это машины из разных стран, из разных серий. Да, да, да. Которые никогда в жизни не могли оказаться вместе и тем более ездить друг с другом. Вот так. И тишина. Тут тишина и дополнительный катарсис, потому что закончился просто в кого-то время. Тишина, тишина здесь на 20 секунд, потому что дальше обязательно кто-нибудь заведется. Пожалуйста, Астон Мартин GT8 класс GT3 лимановский. И вот ты один раз прошел, увидел одно, потом раз, они вернулись, другие уехали и у тебя уже совсем другой набор участников. Вот, пожалуйста, дети толкают одну из главных машин Лимана. Вот так вот. А дальше, дальше канамовский Порше по-моему, 962 или я не помню. Нет, это не 962, это 917. А, это 917 под Канам заделанный. Из Лимана и там они с помощью турбонадула в общем делали... Там тысяча полторы по-моему, сил в ней, да? Да. Тоже едет по этой грязи, по этой глине. Прямо среди людей. Чувак все кроссовки просто положил. Да, прямо здесь. Ты веришь, что это с тобой происходит? Я до сих пор не верю. Я не верю, ребят, а еще говорят, что турбомоторы плохо звучат. Хотя на самом деле просто турбины не работают. Это просто не турбомотор, это что-то дьявольское. Совсем новейший, новейший новейший Mercedes AMG GT3 прямо перед нами вот здесь на красивом проеху. Публика примерно такая же, как на любом фестивале, только происходит здесь не концерт, ничего. Происходят заезды самых главных тачек современности. И в то же время каждый здесь может найти что-то свое, как я понимаю. Здесь есть развалы с деталями, с книгами, здесь есть старые машины, здесь есть шатры действующих компаний, которые расправляют свои концепты, свои модели. Да, 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 мы сейчас как раз переходим всю секцию. Здесь куча всяких сувенирок на любой автомобильный извращенческий взгляд. Здесь павильоны компаний, где можно в каких-то конкурсах участвовать. и, собственно говоря, вот она вторая часть, такая прогулочная часть Гондвуда со всякой развлекухой. И, собственно говоря, Фестиваль огромный, его невозможно не то что снять за один день, по нему невозможно за один день толком пробежаться, если ты хочешь понять и прочувствовать все что здесь происходит, посмотреть как едет все, походить вокруг всего что заслуживает внимание, тебе сюда надо приезжать на 3 дня и отсюда просто не вылезать. Илья как тебе? И застать все машины, которые здесь, потому что мы стоим около стены на пугате, и здесь должен был быть Широн, он сейчас на трассе, и застать все просто невозможно. Вы понимаете, да? Широн это не выстрелочный экземпляр, да? Он стоит здесь, потом едет валить на трассу, потом возвращается отсюда, его натирают тряпочками и он снова стоит. И так 3 дня он катается. И это то, что отличает Гудвуд от любого автосалона и любых гонок. Здесь ездят все, везде и наравне со всеми, просто среди людей, для людей, для себя. И, ну как, по мне это лучше, лучшее мероприятие. Может быть, да. Фантастическое место, которое мы вам слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. О, как дела? Отлично. Главный инженер Бугатиш. Здесь много людей, которые даже русские подошли и попросили, ходили за нами и слушали, что мы говорим. Абсолютно демократичная атмосфера и не чувствуется, что, то есть, вы понимаете, да, величайшие автомобили мира, величайшие гонщики мира. Все здесь ходят друг рядом с другом и просто наслаждаются жизнью и этим праздником автомобилей, которые, правда, бывают только раз в году и в том числе. На этом мы прощаемся, купим деньги на следующий год и, может быть, встретимся, кто-то приедет тоже и увидимся здесь.